Сейчас я хочу, чтобы презентацию моей новой книжки провели там бесплатно. Обещайте на камеру. Я скажу такую вещь, что при всех удобных случаях, когда вы придете, вы нам расскажете, да, и погладите, на эту ручку что-нибудь положите, да, это нормальное явление, да. Потому что вы православные люди, страна, вы что не смотрите телевизор, страна, во-первых, православная, а, тихо, б, б, встает, вот, она все знает, б, мы встаем с этого дела, опять, ну, в очередной раз, поэтому мы должны друг друга, а, любить, б, бесплатно, мы бесплатно должны любить, вот именно, мы же хотим все, чтобы наш, тем более, эхо Москвы, слушайте, эхо, это метафизика, да, метафизика бесплатна. А я вам сейчас скажу, отойдите, а я вам вообще скажу так, что эхо Москвы, это, наверное, одно из немногих мест, последнее, где еще можно, я не скажу, что все, все, конечно, нельзя, но кое-что можно сказать, и это великое счастье. Но, прежде всего, сначала читайте книжки, которые продаются здесь, а потом уже слушаем последние новости. Казино присутствует у нас там на этой радиостанции, вы не знаете об этом? Нет, я не знаю. По воскресеньям это проходит, и я вам советую, прослушиваться. Мы в казино не играем, только Монте-Карно. Ну что, зря вы так, там такие книги разыгрываются. Смотрите, она православная, у нее крест. С православными бриллиантами. Посмотрите, какая прелесть, да? Великолепно. Изумительно. Марско с нами разговаривает, да. Посмотрите, какой крест. Изумительный православный бюст. Посмотрите, какой крест. Изумительный православный бюст. Дорогие друзья, но тем не менее, мы находимся на 24-м дне рождения Эхо Москвы. Как вы считаете, доживет ли Эхо Москвы до 25-летия? Я не знаю, как до 25-летия. Нет, я думаю, что благодаря мягкой и увертливой политике руководство доживет и переживет, да. Потому что если они смогли пережить грузинскую войну, начало украинской войны, потому что сейчас уже дальше будет не так сложно. Серьезно. Как вы сказали, мы с колен встали, да? А теперь встаем в опрос... Это не я, это телевидение говорит, что мы с... Да нет, ну вы поверьте мне. Что такое Эхо, знаете, нет? Эхо это после того, как звук и... Вот, совершенно правильно. Так как оно может умереть-то? Никогда. Ну это в горах, в Альпах. Здравствуйте, а здесь? А, посмотрите, как звучит. Здесь, ой-ой-ой, да-да. Ну и вот, видите. Так что Эхо никогда не умрет. И 25 лет, и 40 лет будет. Почему? А потому что они правильно обозначили... А потому что умеют дружить с правильной администрацией. И это вы вырежете. Это верное утверждение. Вот, вот, абсолютно. А то мой блог закроют. Знаете, как? Говорят, как ты живешь? Я говорю, прилично. А дальше? А дальше все благополучно. Почему? А потому что все везде благополучно. И у нас то же самое. Поэтому Эхо Москвы, чувствуйте, Эхо. Все. Мы за них, давай поднимем. За них. За них. Поздравляем их. И дай бог, чтобы все перепития, которые нас окружают, да, они всегда выходили чистыми, прозрачными, элегантными из этих стран. Чистенькими. Давай. Да? Да. Еще хотелось спросить. Вот вы сказали, что на Эхо Москвы можно говорить практически обо всем. А вот можно сказать на Эхо Москвы, няш-мяш, Крым-наш? Да можно, но это будет выглядеть очень глупо. Ну, как кто? Достаточно серьезная организация, да. Она о серьезном говорит. Она делится. Ведет не только дипломатию, а ведет диалог. И я думаю, когда ты попадаешь, да, самое главное, ты себя чувствуешь свободным, равновешен, и можешь говорить, что хочешь, да, но дипломатично. Дипломатично? Дипломатично, это то, чтобы не обидеть никого. Ну, взяли Крым, ну, оккупировали, не что? Аккуратненько, тихо. Аккуратненько, да. Но и главное, как назвать? Не оккупация, а воссоединение. Главное же в словах, да? Да. Аннексия. Не-не-не, аннексия, вы нацпредательница? Нет, ни в коем случае, вы что? Преводка. Ну, но мы же тут все такие. Православный крест, православный крест. Да я вот смотрю, что у вас там православный крест, да. Не, ребятки, на самом деле, хочу сказать так. Конечно, они не полные нон-конформисты, эховцы, но, ну, а где же еще мы так можем встретиться, чтобы абсолютно были все? И вот тут и Владимир Вольфович очаровательный, чтобы он не говорил, что это всегда прелесть по форме, да, я как режиссер обожаю форму. Здесь и все либералы, и демократы, всех позывов, всех созывов. Это театр, поймите, жизнь это театр. И самое главное, что эхо собирает настоящий разнообразный театр. Это такое комедия дель арте. Здесь есть и панталоны, здесь есть и всякие пьерро, и так далее, и так далее. Вот в чем чудо. Поэтому за это спасибо Венедиктову. Спасибо Венедиктову за театр. А знаете, он скажет такое, знаете, что любопытно? Они, вот когда не могут всех пригласить, они на своей любви приглашают всех, кто хочет что-то сказать. И вот здесь идет по-настоящему диалог. Диалог откровенности, нерезкости, дипломатичности. И самое главное, да, что получается у нас? Россия едина, да? Правильно? Как никогда. Вот сейчас Россия едина, ну как никогда. Еще немного такого единства, и все будет вообще хорошо. Венедиктова, да, за радиостанцию Ореха. Дай Бог им, чтобы сегодня, завтра и послезавтра, да, они были, были. А мы, мы могли бы высказать свое предложение, которое соответствует современному и сегодняшнему дню, и современному нашим параметрам. А поскольку современные наши параметры, они такие же, как были при Иване Грозном, как были при Николае Палкине, и так далее, и так далее. Так что, слава Богу, все в порядке. Я думаю, что вот эти все истуканы, они чувствуют себя абсолютно в своей тарелке. Давай их поздравим. Мы их поздравляем. Дай Бог удачи. Самое главное, с тем, чтобы всегда было слово, а за ним было дело.